Это дерби, конечно, который еще ни разу не играл в Донецке, поэтому я с очень большим уважением отношусь к президенту этого клуба и к тренеру, который очень сильно уважаю. Я с ними учился, и это тренер, который дает очень хорошую работу, поэтому я рад, что они попали в плей-офф. Я болел за них, и буду болеть дальше, чтобы продолжали также играть, и чтобы попали в Европу. Но вы знаете, друзей на поле нету. У нас уже была в первой полосы сезона очень тяжелая игра с ними один-один, они нам это пролочки, поэтому послезавтра ждать тоже очень тяжелую и хорошую игру. Это какой-то украинский лестер, потому что самые маленькие зарплаты, контракты на один полгода, нет никакой инфраструктуры, четвертое-пятое место, это такой результат для Украины. Ну, конечно, это надо сказать, что это должен быть показатель всем остальным, поэтому, что Олимпик показывает каждую игру хороший футбол, показывает характер, это все настроено от президента клуба и их тренера, поэтому, я как сказал, очень сильно уважаю эту команду. Сейчас будет матч Украина-Хорватия, все очень много об этом матче говорят. Расскажите, а как в Хорватии вообще ожидают эту встречу, какие ваши ожидания? Ну, в Хорватии после три игры сейчас будет полный стадион. Футболисты долго в Хорватии не играли перед полным стадионом, поэтому, что получили запрет УФ, но сейчас все знают, что это очень важно играть в Хорватию, то есть за Украину. Я знаю одно, что Хорватия будет играть на победу с первых минуток, дома всегда выиграем атакующий футбол, поэтому я хочу, чтобы Хорватия выиграла и месяц Украина попала на чемпионат мира. Вот это мое желание. Сейчас защита Украины, это практически футболисты Шахтера, плюс полузащита Коваленко, Степаненко. В Хорватии там Ракичич и Модрич. Насколько это будет сложно? Уже обговаривали с футболистами-партнерами? Я разговариваю, но это не секрет. Для меня фаворит группы этой игры это Украина, Хорватия, но все равно я буду болеть за Украину, чтобы попала чемпионат мира. Будет тяжело в Украине. Будет тяжело, поэтому, что я говорю, в Хорватии дома очень хорошо играет, но все-таки надо и уважать команду Украины, мы уже играли с ними два раза. Несколько лет назад два раза ничьи играли, поэтому я знаю, что Хорватия с уважением относится к Украине, их тренерскому штабу и футболистам, поэтому посмотрим, как будет. Вы случайно на игру не полетите? Я буду на игре, да. При Анте-Чачичке, как команда изменилась на ваш взгляд? Ну, я сказал, сам играет хороший футбол. В Хорватии не хватило удачи на чемпионат Европы, чтобы не попала в полуфинал или, может быть, чтобы выиграла. Поэтому футбол очень важна удача. К сожалению, у нас не было удачи во Франции. Какие самые сейчас перспективные хорватские футболисты молодые, если говорить о молодых игроках? Пьяца? Ну, Пьяца, Ковачич, Брозович. Мы знаем, что Хорватия – это страна, где рождаются всегда хорошие футболисты, гандболисты, бас-футболисты, футбольная страна. Поэтому в Хорватии всегда будут футболисты, не переживайте. А как вам сборная Украины при Шевченко? Какие изменения вы можете оценить как эту команду? Ну, изменения есть. Но вы знаете, что каждый тренер зависит от результата. Поэтому я очень сильно люблю и уважаю Шевченко. Я ему желаю только хороших результатов. Я надеюсь, что у Украины будет хороший результат. Я буду болеть за них после Хорватии. А вы на игре будете только в качестве зрителя или, может быть, экспертом вас позовут на телевидение? Экспертом я не хочу быть. Я буду болеть в Хорватии. Футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова